Климат не инвестиционный. Мненецкий округ не вошел в число участников национального рейтинга «Состояние инвестиционной привлекательности». В 2015 году исследование прошло в 83 регионах страны. Какую пользу приносит регион участие в рейтинге, рассказал бизнесменам округа руководитель представительства агентства стратегических инициатив. Оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнесменов и выявить лучшие практики. Такова цель национального рейтинга «Состояние инвестиционного климата». Его авторы, сотрудники агентства стратегических инициатив, уже второй год проводят опросы в регионах. В рамках национального рейтинга оценивается как раз климат. То есть, если инвестор все-таки решился прийти, если его пригласили, то насколько просто это среда, бизнес-среда для того, чтобы реализовать свой проект. Регионы оцениваются по 50 пунктам. Они разделены на 4 группы. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Интегральный показатель отражает целостную картину бизнес-климата в регионе. В рейтинге 2015 лидерами стали Республика Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская области. В этих субъектах органы власти создали наиболее комфортные условия для предпринимателей. Это, собственно говоря, основная задача, выработать систему постоянного взаимодействия органов власти с предпринимателями, то есть с теми, кому госуслуги они оказывают. Поэтому это одна из причин, собственно говоря, что не всегда органы власти относятся к предпринимателям, как к тех, кто их может потом оценить за ту услугу, которую они нам оказали. Для того, чтобы Ненецкий округ был в рейтинге, предпринимателям необходимо оценить условия, в которых они работают. Например, насколько быстро можно получить разрешение на строительство, провести коммуникации, оплатить пошлину и другие платежи. По словам бизнесмена Армена Петросяна, оценка работы кружных ведомств на сегодня не лучшая. И виной тому бумажная волокита. Меня удивляет тот факт, что у нас НАУ сам по себе очень маленький, а по факту сроки очень большие. Почему? Вот это я не понимаю. Потому что если взять, скажем, Калужскую область, которая раза 6 больше по населению, чем НАУ, и там сроки по факту поддерживаются, а мы здесь в маленьком городе не можем сроки поддерживать. Вот это вопрос, который надо над ним работать. Чтобы ускорить межведомственное взаимодействие, необходимо составить дорожную карту. С таким предложением выступает бизнес-омбудсмен Валерий Чупров. Если с участием специалистов будут разработаны некие планы мероприятий с ответственными, со сроками и так далее, и каждая такая дорожная карта будет утверждена распоряжением губернатора, насколько я понимаю, для того, чтобы придать силу, легитимность и обязательность исполнения. Я думаю, что по многим направлениям дело у нас должно двинуться вперед. Когда Ненецкий округ попадет в национальный рейтинг, у предпринимателей появится возможность привлекать новых инвесторов. По словам Игоря Девятка, конкуренция в борьбе за инвестиции – эффективное средство развития регионального бизнеса.